Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, наконец-то, запишу пояснение и комментарии к ролику «Поход в шахту реактора». Но прежде всего мы заварим кофе. Я тут на днях получил дегустационный набор от Magic Coffee. Пять сортов арабики. И сегодня мы попробуем Эфиопия Джима. И мы не просто попробуем. Мы его вручную помолим вот в такой кофемолочке. Пахнет приятно. Итак, вот эту кофемолку мы приобрели во время нашего отдыха в Турции. Точно так же, как и вот эту джезву. Очень симпатичная, с крышечкой. Помолу этой кофемолки хватает, в принципе, на две хороших кофемолки. На две хороших турки вот таких больших. Отсыпаем. Я бы пробовал по-разному засыпать. И именно так мне нравится больше всего. Ни одно зерно не падает мимо. Ну и ты чувствуешь зерна кофе. Ну вот, хватит. Вот такая ручка. Раскладной трансформер. Очень удобно ложиться в руку. И начинаем молотить. Ну и тогда, когда у вас уже... Ручка будет крутиться совершенно свободной, без усилий. Будет означать, что кофе все перемолото. Так и да. Снимаем. Опс. Приятный запах. Кстати, вот этим болтом регулируется степень кофемола. Вот этим болтом регулируется... Степень кофемола. Вот этим болтом регулируется степень помола. Крупный или мелкий. Так стоит оставлять. И крутите туда-сюда. Я не буду сейчас крутить. Как обычно, я сначала грею турку. Нет правильного способа готовки кофе. Что бы вам ни говорили. Самый правильный, самый супер правильный способ приготовления кофе. Тот, которым варите кофе вы. Именно этот способ вам нравится больше всего. И он самый правильный. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Выбирайте именно свой. И это будет ваш метод. Я в последнее время именно так и делаю. Я сначала нагреваю турку. Потом туда насыпаю кофе. Кофе. Ложечку у меня, видите, какая квадратная. Сюда больше влазит. И я вот на такую джезву, объемом почти 400 миллилитров, ложу две вот таких хороших ложки. После чего еще даю немножко постоять. Кофе нагреется внутри. После чего наливаю комнатной температуры очищенную воду. Не из-под крана. А качество кофе еще зависит не только от сорта, который вы используете. Не только от степени помола. Но и от качества воды. Это как с пивом, если сравнивать. Опс, перелил трошки. Но ничего. Прикрываем немножко крышкой. Пока кофе варится, я для вновь прибывших подписчиков, которые, к счастью, у нас прибавляются, увеличиваются, поясню, что такое вкус Чернобыля. Мне очень часто это задают вопрос. Что такое? Почему кофе со вкусом Чернобыля? Более понятна ассоциация здесь со вкусом детства. Он у каждого свой. У кого-то это пломбир мороженое, у кого-то пирожки бабушки. У меня это мамин борщ, который она варила. Просто изумительно. Мама вообще, царство ее небесное. Она готовила очень хорошо и вкусно. Поэтому папа, наверное, и приезжал всегда на обед с работы. Он не ходил в столовую, он обедал дома. Ну и мы, конечно же, тоже вместе с ним обедали. То есть у каждого вкус детства, свои воспоминания связаны с этим. Вкус Чернобыля, это тоже разные совершенно воспоминания разных людей. И у каждого они свои. Это может быть горечь, даваемая кофе, горечь утрат. Терпкость. Это тот труд, который вложили ликвидаторы в ликвидацию последствий и сооружение объекта укрытия. Кофе может быть мягким и ароматным. А это воспоминания о приятных встречах, новых знакомствах, радости, преодолении проблем, задач, решения и достижения целей. То есть вкус Чернобыля, это не значит, что я туда что-то добавляю специфическое. Это воспоминания. И сегодня я запишу долгожданные пояснения к ролику по ходу в шахту реактора. Кто не видел, может сначала ознакомиться. Подсказка вот здесь вверху. Я пообщался с непосредственным участником того подхода, Артуром Мадваровичем Корнеевым. И он мне пояснил, во-первых, цель похода и кто ходил вместе с ним туда. Целей было две. Убедиться в наличии или отсутствии воды в шахте реактора. Было такое подозрение, что она там скопилась. И проверить, по крайней мере, визуально устойчивость схемы Е. Цели достигнуты. Ходили с ним Ненаглядов Алексей, Пазухин Эдуард, Житков из МНТЦ, Сергей Кошелев, ну и, собственно, Артур Корнеев. А на выходе их ждал Игорь Кабаченко. Более подробно мы с вами поговорим об этом, уже когда я перейду к компьютеру. И на экране покажу вам в картинках, из чего состоит реактор РБМК. Без этого не понять, где они находятся и что видят. Когда-то я уже об этом рассказывал в ролике «Схема КЖ», подсказка, где на основе фотографий, имеющихся у меня в архиве, я провел небольшое расследование, где же находится кожух реактора. Куда он вылетел и в каком состоянии он сейчас лежит, под чем и где. И вот там я рассматривал полностью конструкцию РБМК. Сейчас не лишнее ее повторить, с другими картинками и пояснениями. Ну а пока подождем, как сварится кофе. Вот он, тот логический момент. Такой турки хватит на два раза. Ну а мы пойдем с вами в кабинет, а я вам покажу, из чего состоит реактор РБМК. Перед нами схема «С», которая стоит на бетонном основании. Дополнительные опоры под схему «Л». Шахта реактора. 25 метров глубиной. Бетонный крест основания под схему «С». Бетонные квадраты основания под дополнительные опоры схемы «Л». Схема «ОР» 14,5 метров в диаметре. Она же смонтирована со схемы «С», которая 5 метров в высоту. Схема «ОР» 2 метра в высоту. Прошу вас запоминать все эти характеристики или записывать. Вам тогда будет понятнее весь размах конструкции. Дополнительные опоры под схему «Л». Схема «С», схема «ОР». Схема «Л», «Леонид». Внутренний диаметр 16,6 метров. Кстати, все фотографии с строительной площадки «Ленинградской атомной электростанции». Там были построены первые «РБМК». На «Чернобыльской АЭС» такой же тип. Внешний диаметр схемы «Л» 19 метров. Зная внутренний диаметр 16,6 метра, внешний диаметр 19 метров. Толщина схемы «Л» 2,4 метра. Вот это компенсаторы схемы «ОР». Они привариваются к основанию реактора и имеют ширину 0,5 метра, где-то 55 сантиметров. Вот подтверждение того, что это «Ленинградская АЭС» ввести в действие мощности на «Ленинградской атомной электростанции». Вот ее опускают в шахту реактора. Собственно говоря, точно так же монтировался реактор и на «Чернобыльской АЭС». А вот это стойки шатра центрального зала. То есть вот это будущий центральный зал. Это основные стены центрального зала толщиной метр двадцать. Пути мостового крана с машиной «РЗМ». А вот выше уже идет шатер, собранный из строительных плит. Если здесь монолитный бетон толщиной метр двадцать, то здесь обыкновенные строительные плиты. Далее. После монтажа схемы «Л» устанавливается схема «Д» высотой 3,2 метра. Кожух реактора, который снизу приваривается к схеме «ОР». Внутри него будет располагаться графитовая кладка. Сверху всю эту конструкцию венчает схема «Е». Которая в диаметре 17 метров, высотой 3 метра, вот это расстояние от верха схемы «Е» до полуцентрального зала 4 метра. Оно все заполнено технологическими каналами и верхними пароводяными коммуникациями. Вот здесь нижние водные коммуникации. То есть вода поступает вниз, а сверху пароводяные коммуникации на барабан-сепаратор уходят. Вот это трехмерная модель. Еще раз пройдемся. «Бетонный крестовой фундамент под схему «С», дополнительные опоры под схему «Л», вот она, собственно говоря, схема «Л», схема «Д», схема «ОР», компенсаторы, нижние схемы «ОР», кожух реактора со своими компенсаторами, схема «Е», катковые опоры. На которых схема «Е» опирается на схему «Л», пароводяные коммуникации, верхние, которые уходят на барабан-сепараторы с одной стороны и с другой. Схема «Г», плитный настил. Пятак реактора – это СБ-11, сборки 11, которые надеваются на концевики технологических каналов. Монтаж пароводяных коммуникаций, то есть рабочие монтажники сидят, по сути дела, на схеме «Е». Вот более общая картинка. Шахта реактора, квадрат 21 метр на 21 метр. Здесь будет уложен плитный настил. Почти собран пятак реактора. Вот здесь, вот это, скорее всего, каналы-отражатели. 305-е помещение. Бетонное основание, схемы «С» и дополнительные опоры под схему «Л». А теперь рассмотрим картинку после взрыва. Фотография лета 1986 года. Схема «Е». Центральный зал, бывший уже. Тут бассейн выдержки северный, здесь южный. Фотография ближе. Балки «Б-1» с обеих сторон, с севера и юга. Потом здесь представили балки «Б-2». На балке «Б-1» был смонтирован трубный накат. Но я здесь хочу обратить ваше внимание, вот на эти блоки. Этот плитный настил, это пол центрального зала. А теперь сами подумайте, каким образом вот этот кусок, блок, попал сюда, отсюда. С пола центрального зала. Он был заброшен или переброшен в схему «Е». Машину «РЗМ» и оказался здесь. Я, честно говоря, с трудом могу представить, какая была траектория полета вот этих плит. Схема «Г» плитного настила. Вот, кстати, еще один кусок плитного настила. Это вид из операторской «РЗМ». Еще один блок, схема «Г» плитного настила. Внутренняя обшивка в помещении барабан-сепараторов. Металлическая. Стены центрального зала метр двадцать, как я уже говорил. Схема «Е» ориентирована с юга-запада на северо-восток и наклонена на пятнадцать градусов от вертикали. Что расположено в шахте реактора? Тут по циферкам все понятно. Железобетонные плиты. Схема «Е». Еще одна плита. Аварийно-паросбросные клапана. Схема «ОР». Вот еще одна более подробная схема. В 3D. Барабан-сепаратор. Схема «Е». Раз плита, два плита. Схема «ОР». В юго-восточной части она разрушена. Это южная опора схемы «Л». Она повреждена. С той стороны северная опора. Она целая. Топливо, вытекшее в массе своей, через разрушенную схему «ОР». Попала на пол помещения 305. Через аварийные паросбросные клапана в парораспределительный коридор 210. И уже оттуда, через пароспускные трубопроводы, в бассейн «Барбатюр». На первый и второй этаж. Итак. Как шла команда Корнеева для съемок в шахту реактора? С 24-й отметки по досифеевской лестнице они спустились на 12-ю отметку. Далее. Попали в 318-е дробь 2. Из него в 308-е дробь 2. Попали в северную часть 305-го помещения. Обошли северную опору схемы «Л». И вот здесь залезли в шахту реактора в зазор между схемой ОР и «Леонидом». Вот спускаются по досифеевской лестнице с 24-й отметки на 12-ю. Вот 12-я отметка. Отметка плюс у меня помещение 406-е дробь 2. Вот этой стены не было. И это был коридор обслуживаемый. Ее уже воздвигли после аварии. И зайдя в это помещение поворачиваем налево. В 318-е дробь 2. Вот помещение. 318-е дробь 2. Вот сюда. Вот это уже команда Корнеева. Заходит в 318-е дробь 2 с прожекторами. Затем поворачивает направо в помещение 308-е дробь 2. Вот эту стену тоже воздвигли уже после аварии. Вот здесь южные откатные ворота. Артур Ануарыч идет в северные откатные ворота, через которые они попадают в северную часть 305-го помещения. Вот по этой лестнице приставной в зазор между опустившейся схемой ОР и «Леонидом» они попадают, собственно говоря, в шахту реактора. Вот здесь они заходят, потом они пройдут под вот эту плиту и вернутся обратно. Вот они сейчас под плитой. Как мне кажется, это как раз-таки плита, кусок северной стены центрального зала. Вот эта арматура лишнее подтверждение того, что это монолитный бетон, который лили по месту, а не строительные плиты. Так называемая капля или «Сопля». Расплавленная топница лежащей массы. Взгляд из шахты реактора. Ну вот сейчас они уходят из-под плиты. Она вот здесь вот. Для них она слева, для нас справа. и перемещаются под схему «Е». Вот это схема «Л». Они вот здесь. Условно. Вот эти отверстия это не штатное отверстие. Это отверстие от буровых скважин. Вот это пробуренные скважины. Так это выглядит сверху из центрального зала. Ну а это снизу из шахты реактора. Лист железа. Вот этот. Думали, некоторые думают, что это кожух реактора. Я не уверен и смею предположить, что это нечто совсем другое. А именно это внутренняя облицовка помещения северного барабан-сепаратора. То есть, вместе с тем огромным куском железобетона монолитного в шахту реактора прилетела и металлическая обшивка помещения. Барабан-сепаратора. Уже очень они не похожи. Согласитесь. Это еще одна плита. Как видим, по толщине тоже соответствует стене центрального зала. И это, по всей видимости, кусок с южной стены центрального зала. Тоже видны арматуры внутри бетона. Она зажата юго-западной частью Елены. Но это клубок технологических каналов, импульсных линий тоненькие. Тоненькие это импульсные линии измерительные. Выполнив свою задачу, команда покидает шахту реактора тем же путем, каким пришла. Уже не используя лестницу. Сейчас будет кадр с запада на северную опору схемы L. Вот опора схемы L Леонида Леонида опустившаяся схема ОР. Кстати, бетона там порядка 2-3 метров в этом помещении. Вот та самая капля топлива содержащей массы расплавленной только уже как бы снаружи из другого ракурса. Схема Леонид вот она. ну и вот это опора дополнительная опора схемы L но уже с другой стороны с восточной. Ну и вернулись они в 318 дробь 2 где Игорь Кобыченко измеряет принесенные образцы. Следующий поход через южные откодные ворота вот в эту часть там где разрушилась схема ОР здесь мы увидим торец схемы Е вот отсюда примерно будет вести съемка это южная дополнительная опора под схему L вот этот сегмент схемы ОР разрушен и виден торец схемы Е разрушенная часть схемы ОР схема Е тут внутренняя часть схемы Л Леонида вот это все а вот это кстати вот это и вот здесь будут видны рваные края это по всей видимости компенсаторы от схемы Л к схеме ОР о которых я говорил раньше вот он часть компенсатора вот так это выглядит снаружи центрального зала а так это выглядит изнутри схема Е схема Л остатки схемы ОР в этой части а вот дополнительная южная опора схемы Л она немножко наклонена мы видим тут зазор она повреждена в своем основании проплавлена по тому как снежит можно смело судить что в этой части радиационный фон выше чем в северной части ну это не мудрено скорее всего объясняется тем что именно в этой части вылилась основная масса расплавленной активной зоны которая сейчас находится под бетоном нижние водные коммуникации графитовые блоки вот хочу обратить ваше внимание какой формы графитовый блок глядя на плавные линии графитового блока начинаешь верить гипотезе Чечерова что графит не горел а таял то есть он графитовый блок как будто облизан водой ну как галька и вот тут сейчас еще один кусочек очень тоже интересной формы ну вот исследователи покидают 305 помещение через южные откатные ворота и точно так же попадают в 308 помещение сначала и потом в 318 дробь 2 через вот эту дверь ну что ж на этом все спасибо за внимание как говорится надеюсь я объяснил доходчиво кратко и понятно будем жить и пусть никто не уйдет обиженный а если что-то все-таки еще осталось для вас неясно пишите в комментариях и фейсбуке или в ютубе в телеграме я доступен практически во всех мессенджерах и и и и и и и Продолжение следует...